Всем привет! Как вы уже поняли, сегодня мы с вами поговорим про такую замечательную группу Pokemon Go которая побила все рекорды игр, которые можно было все только представить, поэтому давайте, давайте посмотрим историю этой игры Ну давайте начнем с фактов, немножко фактов про эту игру Эта игра запустилась в начале июля месяца и уже к концу августа создатели этой игры заработали больше 450 миллионов долларов при этом за это время эту игру скачало больше 100 миллионов человек то есть проникновение этой игры в массы на самом деле поразило при этом количество негативных отзывов про эту игру просто удивляло всех и ее распространение не поддавалось никакой логике сейчас это игра, которая позволяет ее создателям зарабатывать день полтора миллиона долларов и это достаточно хорошая прибыль давайте сейчас посмотрим несколько кадров как люди играют в эту игру это игра, что-то не поддавалось это игра, что-то не поддавалось Как вы поняли из видео, суть этой игры фактически состоит в том, что вы ходите с телефоном и ловите игрушек покемонов. Был такой мультик, на основе этого мультика снята эта игра, записана, и вы ходите, вы их выращиваете, вы за ними ухаживаете, кормите, собраете для них еду, много всего интересного. Но прибыль, конечно, она поражает, и многие бизнесы используют эту игру для увеличения прибыли внутри своей бизнеса. Каким образом, например, магазины и в России, и здесь, в Америке делали такие акции, что если, ну, они сажали покемонов, то есть можно сделать пометки, посадить какого-то редкого покемона, и если вы заходите и ловите покемона в том или ином магазине, вы получаете скидку. И очень много разных маркетинговых фишек, которые как-то эта игра позволяет монетизировать для разных бизнесов прибыль, ну, на самом деле, интересны. И сейчас, посмотрите кадры, то есть насколько эта игра захватила многих, и многие, выходя из офисов, выходя с учёбы, шли с телефонами в Лос-Анджелесе, они шли на самый знаменитый пляж. Здесь они шли, в Нью-Йорке, они шли в самый известный парк центральный, и там ловили редких покемонов. В Москве они шли на Красной площади, сидели очень редкие покемоны. И это явление, оно по всему миру, то есть это не только в Америке, не только в России, так было везде. И сейчас везде, то есть иногда возникают редкие покемоны, и это всегда скопление людей с телефонами, которые ловят этих зверушек, посмотреть, как это происходит. Попробуем, что мы находимся. То есть сейчас на самом деле важно быть максимально близким к своему клиенту, то есть быть с ним всегда на связи, быть в его телефоне, и это вам позволит создать новый канал продаж. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам это видео было полезно, делитесь им. Ну, а я пришла к тому месту, куда мне было нужно, поэтому до скорой связи, увидимся в следующем видео.